И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушать и всего того, что покрыто камнем. У микрофона, как всегда, ваша похожа слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. За кадром, как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, произошли какие-то глобальные, колоссальные и тотальные изменения. И эти изменения касались всей нашей базы. Как вы можете видеть по карте, она у нас просто выкопана. Я выкопал примерные территории, уже с помощью мода FTB и зажатой клавишей Shift пометил то, что это вся наша база. И вот так вот пока что это и существует. Здесь у нас есть небольшие дорожечки, просто чисто для визуального разграничения чанков и будущих наших строений. Также вы можете видеть, по сравнению с прошлой частью, у меня алмазный инструмент. Это связано с тем, что я научился здесь получать алмазы и Рестоун. Как и не странно, он получается до ужаса просто. Это все связано с промывкой, допустим, того же самого Гравия. Здесь мы получаем киноварь и алмазы. А Рестоун получается при той же самой промывке, только пыли. И при этом также мы получаем еще и кучу всяких разных полезностей. Главное, что мы это получаем. И я выкапывал это все благодаря алмазным инструментам, которые здесь же и просеивал благодаря тому, что мы сделали в прошлой части. Также благодаря полученным изумрудам, тоже из промывки, я сделал себе здесь небольшую импровизированную фермочку автоматической переплавки всего и вся. Здесь у нас стоит изумрудные печки, наподобие тех двух, которые здесь у меня есть, но их пока что я не стал трогать. Эти две печки у нас настраиваются и можно настраивать входы и выходы. И благодаря поставленным здесь дукам, это получается автоматическая ферма печки. Ферма дерева у меня переехала в отдельную комнату. И я хотел бы в этой части попробовать автоматизировать эту самую ферму. Но чуточку попозже, после этой самой экскурсии. Здесь же у меня весь чанг теперь забит сугубо фермой. Также вы можете видеть здесь то, что у меня, скорее всего, это большой минус, но он есть. Чанг со слизнями. Эти слизнями очень сильно докучают, поэтому мне пришлось здесь немножечко их огородить забором. И благо они из этого забора выбиться не могут. И пока что они здесь прыгают, мне особо жить не мешают. Возможно, потом понадобится сделать ферму слизи. Пока что не знаю, но возможно, посмотрим. И последнее, что я здесь делал, это сделал вот такую вот ферму мобов. Она сугубо автономная. В том плане, что мне приходится здесь приходить самостоятельно и долбить этих самых мобов. Она мне нужна была только для одной вещи. Для того, чтобы получить эти самые очки, для которых нужны нитки. А нитки падают только с пауков. И поэтому мне пришлось их немножечко нафармить и получить эти самые очки. Очки инженера мне нужны для того, чтобы смотреть по нагрузке наших условных единиц. Допустим, сейчас эти три водяных колеса у нас вырабатывают 568 условных единиц. Из которых осталось у нас 544. Вообще, вот эту ферму нужно было бы переделать по-хорошему, но пока что пускай существует. Особо жить мне не мешает. Также я здесь пока что бегал, пока собирал. Вот такое количество разнообразных предметов у меня появилось. Также появился еще один кристальный сундук из тех же самых пчелок, которые у меня здесь вокруг летают. Из мобов у меня здесь появились разного рода предметы. Эпические сундуки, из которых могут выпасть различные предметы. Не знаю пока что, зачем мне это все нужно, но пускай существует. И сейчас же мы будем продолжать идти по квестам. Как я и говорил, квестов будет много и предстоит их решать также в очень большом количестве. Первое, куда я хотел бы углубиться, это в мод с тинкером. Для этого я здесь уже приготовил себе достаточное количество граунта, который я могу себе уже поставить на пережарку, закинув в печку. И пока мы ждем, когда это все у нас переделывается. А пока мы ждем, я пожалуй займусь вот этой самой нашей фермой. Для этого по-хорошему мне ее сначала нужно снести и начать мне ее здесь уже в нормальном формате облагораживать. К сожалению, мне очень сильно не нравится то, что у меня здесь сделаны двойные проходы, а здесь единаярная ячейка. В связи с чем, очень конечно некомфортно это все будет выглядеть, но ладно. Для того, чтобы сделать автоматическую ферму дерева, мне понадобятся здесь коробки передач, пропеллеры, из которых мы сейчас сделаем вращающийся механизм. Также мне понадобится что-то типа портативного элемента хранения. Для него нужны металлические листы, которые мы сейчас получим благодаря молоту. Также делаем линейное шасси и вот такой вот нам нужен механический вращатель. Я забыл то, что тут еще нужны пилы, которые будут у нас все пилить. И они крафтятся достаточно легко. Можно сразу себе их штучки 4 заиметь. А также нам нужен суперклей, без которого мы просто не сможем обойтись. И это теперь, надеюсь, точно все. Я тут немножечко себе решил расширить эту самую платформу, для того, чтобы прирост дерева был больше. И по идее я сделал ее в нужных масштабах, но придется мне ее сейчас немножечко снести, для того, чтобы более грамотно поставить всю систему. Получается, на этом уровне у нас должен быть размещен вентилятор. Блок под вентилятором должен являться лавой. Для этого у меня здесь есть палочки для трения, которыми мы можем это самое безобразие организовать. Теперь мы должны подключить сюда редстоун сигнал. На редстоун сигнал мы должны поместить механический вращатель, который и будет всю нашу систему вращать. Но он этого не организует. Пока что у нас здесь не будет того, что необходимо вращать. Пока что я вот эти вот линейные шасси мы разместим, и ничего не работает. А почему? Я погуглил. И оказывается, я сделаю все здесь правильно. То есть вот эта система, которую я размещал, она должна была, по идее, работать. Но, видимо, создатели сборочки посчитали иначе. Поэтому эта система здесь включена. И мне придется воспользоваться ключом, который я здесь себе даже скрафтил, чтобы всю эту систему себе снять и немножечко ее видоизменить. По факту, не будет ничего такого сложного. Она также будет здесь работать, только это придется сделать чуточку замороченнее. А также я забыл то, что мне понадобятся здесь автономные активаторы, без которых вся эта схема не соберется. И мне понадобится здесь полированный аддезит, который сделать достаточно будет проблематично, но мы постараемся с вами. Для этого нужна бумага обычная. А, ну вот, способ получения, кстати, у нас тростника. Благодаря тому, что мы просеем песок с помощью крюка, мы получим с каким-то шансом тростник. Получили себе ламинарии, кактусы, все эти чуши, очень даже много приятного количества. Но нам понадобится всего три тростника. В будущем, я думаю, нам понадобится даже здесь себе создавать ферму ламинарии, но это как-то в будущем. Так, получаем бумагу. Теперь наждачную бумагу. И нам нужен редстоун и обычный кварц. А где мы получали обычный кварц, вопрос. Получается, нам нужно сначала получить соулсэнд, просеивать соулсэнд через воду. Для того, чтобы получить соулсэнд, нам нужно получить еще кучу всего. То есть ферма у нас откладывается, потому что я совсем забыл, потому что нам еще этого рано. Нам для того, чтобы получить, получается, песок душ, нам нужно получить сначала душу моба, которая появляется здесь с 80% шансом, если мы убиваем любого моба по факту. Дальше нам нужна зажигалка. По-моему, мы его должны выкинуть. И просто сжег. Значит, я что-то сделал явно не так. А, вот, получается, рецепт крафта. Нам нужно создать миксер для того, чтобы комбинировать песок и души. Вот в чем прикол весь. Миксер достаточно легко крафтится. Сейчас сделаем. Миксер делаем. Получается, его мы должны разместить как-нибудь так, чтобы легко сюда передать крутящийся момент. Я думаю, идеально это было бы сделать здесь. Но забываем мы о том факте, то что сюда придется подавать вращающийся момент с высокой скоростью. Что сделать проблематичнее, на самом деле. Пока что я ускорил только в два раза. Посмотрим, хватит ли этого. Для того, чтобы точно проверить, мне нужен, получается, по-моему, вот такая штука, типа чаши. Ее здесь размещаем. Чаша. Смещать душу моба, песок и воду. Так, вода, души моба и песок. Он пошел все это смешивать сразу же. О, а я думал, ему нужна будет большая скорость. Получаем 4 песка душ. Души мобов пока что можно даже сюда складировать и не боясь ничего. И по-хорошему, мне нужно делать новую ферму по автоматизации. То есть нужно, ну, начинать делать примерно то же самое. То есть создавать себе водяные колеса, только в большем количестве. И причем в гораздо большем количестве. Для того, чтобы было, ну, не знаю, хотя бы 1400 вращающихся моментов. Для этого потребуются очень большие производственные мощности. А для начала мне нужно, наверное, делать очень большое количество этих самых водяных колес. Я думаю, пока что 10 штук мне хватит. И тогда вперед их размещать? Ну, не знаю, пусть они будут размещены где-то вот в этой вот стези. Здесь у меня есть уже подготовленный для этого квадрат. И какой у меня для этого план? Я хочу их попробовать разместить в горизонтальном формате для ускорения процесса их вращения. То есть о чем я говорю? Если у меня будет водяное колесо, размещено вот так, и я здесь разливаю воду, оно будет вращаться не так, как мне нужно почему-то. Но, тем не менее, это все работает наилучшим образом, если только здесь вот будет размещен блок. И по факту получается так, что вот эта схема даже получается немножко эффективнее, чем та, которая размещена у нас в горизонтальном формате. Ведь здесь у нас остаются без блока текущей воды два участка колеса, а здесь всего получается одно. Что я считаю вполне удовлетворительно. И сейчас мне нужно таких колес разместить очень большое количество. Получается последнее ведро воды. И итоговая мощность составляет 2500. Вполне меня устраивает, я думаю. Хотелось бы больше, но это водные колеса, и извините меня, пожалуйста. И на том спасибо, да? Здесь получится разместить очень много всего интересного, и меня в принципе это будет устраивать. Кинетический момент я здесь себе оставлю как напоминание то, что он есть, и он может здесь существовать. Так, теперь мне нужна здесь вертикальная коробка передач, и дальше мы будем куда-то его передавать, этот вращающийся момент. Первое, куда мы будем его передавать, это на создание этого самого Soul Sand. Для этого нужно очень много всего интересного. Начнем с вентилятора, который должен дуть, получается на огонь. Также нам потребуется постамент, для того, чтобы это все работало в наилучшем виде. Получается, здесь должен быть размещен вентилятор, в него должен приходить вращающийся момент, но это легко сделать. Теперь, получается, здесь мы размещаем песок душ, который мы должны поджечь благодаря зажигалке. Появляется тот самый необходимый нам огонь. Здесь у нас должен стоять постамент. Теперь мы должны, получается, это как-то ограничить. Я думаю, это можно сделать обычным люком. Готова, получается. Вот она самая компактная ферма, которую можно только придумать. Теперь сюда нужно поместить гигантское количество песка. Пока что стак, а дальше посмотрим. Из этого песка мы, по идее, получим песок душ. Вот этот самый рецепт. И, по идее, должно сработать только вопрос во времени. И вот мы получаем 64 песка душ. Теперь мы его должны, по идее, если я все правильно помню, просеять. Да, в воде обычной получаем кварц с каким-то там шансом. Получаем необходимый кварц. 6. Серьезно? Маловато, конечно. Согласен, маловато, но ладно. Пока что обойдемся малым. Превращаем этот кварц в красный кварц. Получается, мы должны использовать, наверное, вторую руку, для того, чтобы это все организовывалось. И натираем наждачкой. Получаем полированный розовый кварц. Прежде чем я буду его использовать в крафтах, я хотел бы попробовать забрать немножечко себе предметов из квестовой книги за всякие различные улучшения. Допустим, за то, что я дрипер выбил себе. Получаю за редстоун. Получаю я тут не такие уж и приятные, на самом деле, вещи. Самое полезное, это, наверное, вот эти две части, которые крафтить достаточно сложно. Рано или поздно мы до них дошли бы самостоятельно. Вот такое количество лута я получаю, если соберу все награды. Достаточно очень много всего приятного и спасибо на этом. Сейчас же я хочу продолжить то, что у меня здесь начиналось. Прежде чем делать автоматическую ферму дерева, я, пожалуй, сразу себе сделаю такие вот колеса дробления. Для этого нужны механические крафтеры и начать нужно с них, пожалуй. Для них нужна латунь. И самый разумный вариант, это, наверное, сделать алой килл. Вот он, получается, килл брик. Нужен просто песок и кирпичи. Достаточно легко, если бы у меня было достаточно большое количество глины. Но глины это и маловато. Ну ладно, посмотрим, что из этого можно будет придумать. Только не песок, прошу прощения, а сэндстоун. Это в корне меня дело. Прохожу эту сборку и просто реально разбегаются глаза, как много всего интересного, как много всего нужно сделать. Даже не знаю, в каком порядке правильном нужно идти и как это постепенно развиваться. По-хорошему, нужно полномерно ударяться в автоматизацию. В связи с чем, я сейчас и делаю эти необходимые нам колеса дробления. Получается, вот такая вот маленькая структура у нас должна существовать. По-моему, 2х2 она делается. И также мне нужен молоточек из иммерсива. Для того, чтобы эту структуру активировать. Вот он. Тоже достаточно просто делается. Нет, все-таки правильно я ее собирал. Она 2х2. Но почему-то она до этого не хотела собираться. Я даже ее себе 3х3 построил. Получается, вот она все готова, все она завершена. Сейчас я убираю все ненужное сюда. Мне нужна латунь. Она состоит из цинка плюс меди. Меди у нас много, цинка тоже. Я думаю, если у нас материал в принципе позволяет, то можно нескольких этих печей задбаться. И пусть они жарят потихонечку. И все пошло жариться. Вот и, кстати, первая латунь наша. Так, теперь благодаря полученной латуни, я могу сделать наконец-то кейзинги, которые делаются наподобие андезитовых. 4 штучки пока что хватит. Теперь нужны лампочки, которые я забыл сделать. И нужны именно каменные верстаки. Потому что именно деревянные мы делать по какой-то причине не можем. Что очень странно на самом деле, но ладно. Получаем мы 12 штук. Но для того, чтобы сделать крафтер, нужно 21. Я так понимаю, мне нужно сейчас будет еще в больших объемах просеивать песок, для того, чтобы это все организовать. Наконец-то я скрафтил этот 21 механический крафтер. Ура! Пока что мои механические крафтеры, пожалуй, отложены до следующей серии. Главное, мы их скрафтили и уже хорошо. Пока что я займусь фермой дерева. Начнем с малого и именно ферма дерева. Теперь мне нужно сделать механические руки. Пока у меня там что-то крафтится, я займусь тем, что размещу вот здесь вот себе водяное колесо. Таким же образом, как и размещал там. Для того, чтобы у меня здесь был, как ни странно, механический момент. Теперь мне нужно вывести, получается, сюда вращающуюся энергию. И ее запихнуть в механический вращатель. Который будет вращаться только после того, как мы сюда придадим кинетический момент. Теперь мне нужно здесь делать вот такие вот линейные шасси. Их желательно сделать чуточку побольше. И смотрим, в какую он сторону вращается. Ага, даже большая скорость получается из вращения колеса. Получается, вот здесь вот у нас будет стоять портативный интерфейс хранения. Только почему-то он не приклеивается к нему. Странно. А, вот, все правильно. Здесь должно быть, я так понимаю, радиальное шасси, для того, чтобы это все работало. А не линейное, как здесь было до этого. Ладно. Получается, линейное шасси я сделал зря. Ничего, бывает. Получается, вот здесь вот у нас должен находиться интерфейс хранения. Правда, из-за того, что получается слишком близко все. У нас блок с интерфейсом будет где-то здесь. Смотрим, вращается? Конечно же, вращается. Аж два раза. Видимо, тут по сравнению с предыдущей версией, что-то как-то все поменяли. Кажется, что знакомое, но как бы и нет. Видимо, я не зря все-таки крафтил. Все равно, вот к этой вот части я не могу приклеить, что бы то ни было. Могу зато к этой части приклеить. И могу оставить ее здесь. Ну, пожалуй, так и будет. Немножечко асимметрично, зато практично. Так, смотрим. Получается, система вращается вообще не так, как нужно. И опять все не приклеилось. А, ну, кстати, гениальное решение проблемы. Я просто размещаю это вот так вот. И получается, у нас эти два интерфейса должны сконнектироваться каждый раз, когда у нас приезжает мимо эта самая линейная машина. И да, он сконнекчивается, что замечательно. Вращается он у нас, получается, вот в этом направлении. Значит, вот сюда вот я должен приклеить пилы для вращения. А сюда вот сверху я должен приклеить руки, которые почему-то я не сделал, хотя для них все подготовил. Делаю, наконец-то, себе механические руки. Также не стоит забывать о том, что здесь, скорее всего, мне понадобится что-то типа сундука. А что-то типа сундука это сундук. И, по идее, все должно быть готово. Здесь уже я себе подключил заранее выход из этого сториджа в драйвер 2х2. Здесь я себе подключаю, получается, сундук, в который сразу же предварительно закидываю березу. Здесь я себе делаю деплойеры, в которые фильтр я закидываю сугубо руку. И, по идее, это все запущено, и это все работает. Останется здесь лишь небольшой такой нюанс разместить эту землю. И я вынужден признать факт того, что я разместил это все не на правильной высоте, и это все переделывать. Ааа, неприятно как. И пробуем запускать. Все работает. Что-то как-то слишком даже быстро работает. И можно закрывать это все землей. Надеюсь, больше никогда не открывать это все. Так, теперь в качестве эксперимента я хочу взять немножечко Боун Милла и вырастить те саженцы, которые у меня здесь уже выросли. И все это пошло рубиться. И вон как сразу он у саженцев выпадает. Тут он пошел разгружаться. И вот они, появляются все ресурсы, которые нам нужны, что более чем замечательно. Это просто нечеловеческий экстаз от того, что это все работает в таком вот наилучшем виде. Меня единственное, что напрягает, что достаточно большая скорость у этой всей шайтан-машины. Пусть работает, существует здесь. И рано или поздно я уверен, что эта машина сможет высаживать здесь все саженцы, как только высадим. Эта сборочка оказывается более масштабная, чем я мог себе представить. И она займет гораздо больше времени. И тут настолько много всего, что просто не успеваешь зацепиться за что-то взглядом, как, например, с этой машиной по автоматизации дерева. И просто все идет по накатанной. Я надеюсь, что в следующей серии мы начнем планомерно автоматизацию и постепенно начнем двигаться семимильными шагами в прохождении этой самой сборочки. Ну а в моих силах только подготовиться к тому, чтобы это все прошло максимально успешно. В таком случае на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш покорн с Багомоморо. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok